приветствую случилось чудо друг спас друга не получился у нас эфир в instagram потому что не работает vpn интересно а здесь в чем проблема вообще ничего не вижу кто меня видит кто меня не видит сердечки пошли кто-то видеть стал ура все сломался полностью vpn у меня я не могу выходить в instagram почему-то поэтому здесь все работает звук проверьте солнышки я с вами видим здравствуйте ура ну жизнь пошла видим слышим хорошо приветствую малыши карандаши и так я не знаю сохранилось видео в instagram или нет но я его попыталась сохранить это ответ на вопрос по поводу красной горки еще раз если ничего не сохранилось заново я всех поздравляю кто сегодня отмечает красную горку подробности относительно этого праздника у меня есть на ю тубе видео называется все дело в яйцах вот с красной горкой поэтому поздравляю вот на самом деле это тут же объясняю историю о том что большинство людей стараются как-то понять все смешанные традиции все праздники которые у нас сделали церковными а есть у нас древние праздники кто-то их называют славянскими кто-то языческими кто-то ведическими праздниками но есть определенные традиции предков которые тем или иным образом до нас докачивали вот и поэтому некоторые синтез из этого всего с одной стороны может быть где-то нарушен где-то в любом случае сохраняется эта традиция и и отмечает на сегодня на красную горку было принято жениться с минимум свататься это вот такое там яйца спускали с горки вот есть разные предания на эту тему вот некоторые считают что это тот день когда нужно антипасха нужно будет ходить на кладбище поминать усопших на самом деле поминание усопших даже у в христианстве сделано так называемая фомин день будет радоница по церковному 25 апреля это вторник получается девятый день после пасхи все соблюдается и нумерология и старые праздники до девятый день на фоминой неделе когда всегда выпадает на вторник по церковным историям вот я уже рассказала в инстаграме но сейчас здесь немножко лайтово повторюсь вот почему она еще сами на неделе называется потому что после воскрешения христа когда он явился своим ученикам фома сказал я не поверю пока не проверю вот если я увижу у него на руках дырки стигматы и засунул туда руку то и под ребро тогда я поверю ну так и случилось учитель пришел иисус и говорит на трогай своими руками смотри и все остальное ну типа потом он поверил вот и этот день но считается что вот воскрешение воссталом на самом деле полностью поэтому но само упоминание упоминания предков и рода имеет немножко тут тоже тоже название радоница но у этой радоница есть много названий радуница потом родительский день дедов день могилки гробки тризы деды радостные и очень много радуница то есть этот день он неизменно выпадал на переход с 30 апреля на 1 мая на этот на этот счет я тоже делал много лет назад видео можете посмотреть вальпургивая ночь состоит из двух частей вот заканчивается велесова ночь и начинается приветствие богини живы жизнь расцветания все что касалось наших предков она была связана с природой эти знания вы можете абсолютно четко и спокойно как альтернативные знания получить в интернете на эту тему очень много славянских сообществ которые об этом пишут очень большая про большая моя просьба старайтесь пожалуйста не с этом не спорить не пытаться кому-то что-то доказать кто прав кто виноват чей праздник главнее чей чей там боги и чья религия круче почему потому что никто на этот момент времени не знает истинности можно сказать берестяные грамоты можно сказать летописи все это имеет право быть оспорено но то что касается провожание зимы встречи но но весны каких-то природных соединений человека рода человеческого с природы она имеет право быть и она более естественно для всех нас чем ритуалы оккультного значения как вот распятие христа это жертвоприношение но в более большей степени вызывает у нас внутреннее состояние страха стрёма иногда можно сказать тогда состояние негодование непонимание почему бог позволяет убивать людей род человеческих там приносить жертву что-то вот так же я могу и сказать это в исламе жертвоприношение это вот будут резать на курбан ягненка а я не думаю что богу нужны нужно пролитие крови это мое личное мнение пожалуйста не надо писать в комментариях что я принижаю или богохульничаю принижая религиозность нет ни в коем случае наоборот если это дает человеку веру стремление то это нужно как говорится соблюдать и быть без фанатизма в уважении к этому ко всему но я еще раз говорю если бы существовала так называемая религия ну религия любви мудрости здравого смысла я была бы там первых рядах а так все традиции праздники связанные с радостью радостью также как и радовница это не только поминание ушедших но это радостный момент когда можно было пообщаться мысленно а мы знаем мысль материально выйти на контакт со своим родом пообщаться взять попал получить какие-то знания через сон который может прийти позже все что касается уважению уважению это и есть достоинство кстати уважение достоинства вот к чести внутренней то это нужно вот соблюдать и без всяких оккультных ситуаций к этому относиться ритуалами разными вот это первый момент поэтому всех с праздником вот красная горка многие ее ждали для того чтобы успеть между постами замуж по выходите сосвататься вперед из песней для кого-то это такой хороший момент кстати когда красная горка выпадала в мае на то несмотря на то что говорили в мае жениться или замуж выходить всю жизнь мается красная горка сюда не относилась даже если она выпадала на майские какие-нибудь дни вот но это такой маленький маленький ликбез моего закрыли офигеть и гражданка юлия маликова обратилась психологу на вебинар я здесь обратитесь гражданка юлия маленько обратить психологу на вебинар ну давайте мы договоримся так в канаве в это в инстаграме у меня уже есть этика общения в комментариях и хотелось бы чтобы в контакте это соблюдалось не рекламировать не психологов не экстрасексов не кого угодно а находиться здесь и со мной и слушать мы мне не нравится есть другие вариации на тему ну вот поэтому смотрите меня не волнует ваше мнение елена очень правильно это вы отвечаете тому кому там правильно леночка давайте отпор за свою ситуацию так смотрите юлика не могу жить и не могу справиться ни с какой работой хочу повеситься юлинка на самом деле материала для этого и веревка и мыло стоит достаточно недорого дорого обойдется существование ваша здесь на земле вы будете здесь тела не будет она будет гнить уже но ваше сознание ваша вот энергетические тела будут жить до момента срока который был определен по плану вашей душе и в этом здесь называется без тела без тела еще хуже будут страдания которые будут здесь на земле поэтому в данный момент времени здесь писать о том что вы хотите повеситься и у вас такая критическая ситуация не стоит потому что мы находимся сейчас в энергетическом коридоре возможности некоторые называют коридором затмений энергии достаточно очень много и у вселенной уже нет времени и со всей ее армии невестной канцелярии заниматься вопросами о успокаивании или говорить вам ой не думай об этом не делай так давай мы сейчас тебе варианты сделаем помолись там попрыгай все будет хорошо нет времени твой выбор твой выбор не хочешь жить тебе быстро устроит все эти ситуации вообще да это исключены варианты там что нас точно совпадение будет повеситься вот возможно это будут другие ситуации болезни или еще чего то почему потому что скорость и ритма жизни такой большой и наши мысли наши мысли это как наше обещание наши мотивации или же объявление вселенной своему высшему я о том как вы хотите действовать иногда это бывает противовес плану вашей души и получается картина не согласен возражая возражаешь предлагая предлагаешь делай да если не готова делать за тебя это сделать то есть примут твою заявку а хорошо значит мы ее отпускаем в этот резервуар и по этому каналу там у нас идут все те кто хочет лишиться собственной жизни не готовы выполнять план своей душе то есть вы переходите в другую ситуацию автое в том туннеле вы будете идти с подобными себе и получается там никого нет мотиваторов там нет спасителей там одни жертвы которые сами себя определили и получается эта дорога в никуда поэтому в данной ситуации я понимаю для кого-то может быть это сейчас жестко то что я говорю но здесь момент другом первое я хочу ты написала не могу на работу устроиться то 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 ты не написала я хочу я готова я принимаю я буду да мне вот здесь помогите это один момент момент мотивации момент энерго посыла который можно дать здесь и сейчас тебе же той же юленьки да вот следующий момент если ты при ты написал четко хочу повеситься это другая тема это не сюда здесь не форм суицидальников но я тебя понимаю ты хотела обратить внимание на то что насколько тебе хреново дорогая моя хреновость и плохо всегда у всех категорично тяжелая своя самая сильная боль которая только есть это радость у всех размазанная да непонятно и что такое чуть-то не радуется когда так хреново в этом мире вот поэтому здесь задача правильно сформулировать вопрос я понимаю почему есть был тебе ответ связаны с психологом только не на вебинар на вебинарх они учат как жить а если ты идешь на беседу с психотерапевтом здесь психологи уже не помогут с психотерапевтом они используют специальные методики и практики для того чтобы разговаривать с твоим сознанием мозгом я с мозгами работы я работаю с душой вот с мозгом для того чтобы найти через сознание подсознание выковырять у тебя эту проблему и дать определенное направление к жизни которой ты будешь формировать в момент диалога с ними эта помощь тоже бывает нужно но когда мне пишут что я устала я не хочу жить и все остальное это главная претензия претензия к богу претензия к людям к родителям к себе ко всему то есть понимаешь это обвинение всего мира золотая моя ты нахрен никому не нужна и твоя жизнь тоже не нужна кроме тебя самой поэтому и твоей душе я считаю ты должна в этот момент времени если даже так взять озлобиться агрессировать на саму себя на свое вот это состояние внутреннего роста который у тебя растет и поглощает и уничтожает тебя разозлиться на это да хер с ним на меня разозлить да мне без разницы а тебе может быть эта энергия даст объема двигаться вызов кинуть саму себе и начать это преодоление поэтому никто тебе не поможет никому ты не нужна вот так чтобы взять и сделать люди сегодня все начитанные надуманно это продвинутые в потоке в этом ресурсе они избегают людей у которых есть проблемы есть такое понятие если у тебя проблемы если у тебя там все жопа жопная то они избегают чтобы не заразиться твоей вот этой всей энергией поэтому срочно в душ встала под душ просишь вода смой с меня это все я прошу вселенная только одного дайте мне сил внутренних дайте мне внутреннего духа трансформировать все это говно которое я надумала в своей жизни все эти претензии в знания в любовь в мудрость в богатство в счастье во что-то да это направление преодолеет этот момент поверь мне от того что ты сейчас находишься в этом состоянии ничего хорошего не будет и кстати если здесь есть некоторые там так называемые суть пред суицидальники то же самое вам хочу сказать запомните один такой момент вы убьете тело но вы не убьете другие тонкие тела они будут жить здесь вот представьте вы находитесь вы не стакан взять не можете вы сказать не можете ничего вы будете доживать в страданиях энергетического плана и постепенно рассеиваясь как вот рассыпаясь как песок вот вы будете до момента пока это не будет по плану вашей судьбы если вы должны были в мире 90 лет до 90 лет будет такая история если вы должны были там 55 лет 70 лет то до этого момента вы здесь обязаны излучать энергию поэтому тонкие тела будут регенерировать эту энергию которая должна в этот процесс общего эти это яла этого вам рассказала поэтому юленька подняла свою мягкую точку либо пошла заниматься накачивать прокачивать энергии это либо спорт немножко просто делать либо пожалуйста побей грушу либо начни делать что-то полезно убрать дома разобрать все выкинуть сделать взять войти и обучаться дальше извините такой ответ был но когда человек находится на грани если хоть это хоть как-то помогло по крайней мере ей но еще и кому-то кому-то я думаю это будет полезным вот держимся на ваш совет необходимо обязательно просто услышать свое это юля это ваше мнение спасибо юленька я рядом поверь очень много людей могут просто разрушить то что невозможно я могу много примеров привести вот из этой серии человек не умер он он потерял ноги ему отрезала ноги в определенный момент времени и он молил только об одном господи что я натворил если вы у меня были ноги я бы это сделал ну другие говорят если у меня были руки я бы это сделал понимаете вы можете себя довести в это виртуально до ситуации какой-либо недееспособности и с этой позиции уже желать чтобы вы сделали если бы у вас были руки и ноги здоровье и все остальное поэтому не доводите до этого состояния сейчас это легче легкого настолько концентрация энергии просто работает нам во благо но если двое благо это это сделать сто процентов тебе найдут и веревку и крюк и и все остальное но я думаю этого делать не выгодно не выгодно не не очень правильно вот а машенька ты вот здесь я я не понимаю это не так чтобы болею просто сил нет всем у кого нет энергии все у кого нет сил это говорит о том что вы очень много времени своей энергии своей жизни потратили на других людей либо не делали то что вам нужно было бы в будущем не делали а так называемые запасы не кидали камни вперед что потом их собирать и делайте то что вы не хотите не любите либо срочно полюбите то что вы делаете примите то что есть вокруг вас и понимаете что так будет не всегда это 10 сейчас вот это второе следующее надо надо накачивать энергии энергия накачивается когда мы ее физически просто начинаем просто напросто накручивать как динамо машина крутит вот так и нам нужно прокрутить все свои тела поставить их на место можете просто в одну сторону покрутиться в другую сторону покрутиться можете просто руками раскачиваться в одну и в другую сторону немножко поприседать то есть физически разгоните сделать вот эту волну разгоните свое тело для того чтобы она начала жить это как наше наше тело как аккумулятора ну То есть, можно сказать, энергия жизни, она как аккумулятор. Чем больше действий, каких-то событий, то она больше раскачивается. Второй момент, если не физически, то психоэмоциональные какие-то радостные моменты. Просто повспоминать, уйти, поймать у себя в прошлом, максимум, что вы можете там делать, ловить приятные впечатления, вспоминать себя, то, когда вам было по кайфу, радостно, классно. И на этой волне начинать что-то делать здесь и сейчас, в своей собственной жизни. Это помогает, а не когда вы в прошлое свое ныряете, где у вас боли и трагедии. Но это отдельная тема разговора. Поэтому вот так вот можно будет прокачать. Делайте себе практику. Проминайте руки со всех сторон. Каждый момент времени вытягивайте, пусть они похрустят, ничего страшного в этом нет. Я надеюсь, здесь нет тех, которые скажут о том, что вау, это страшно. Нет, ничего страшного в этом нет. Промяли все пальчики, у вас активация по точкам прошла. Меридианная система начинает работать. И это очень круто. Вот так вы можете дополнительную энергию получить. А также постарайтесь правильно смотреть на окружающих людей, свою реакцию контролировать. И это будет все хорошо. Здесь кто-то написал, не худею, все уже испробил. А ты не пытайся худеть, ты пытайся выстроить все свои тела на здоровый ритм жизни. И это опять же, я не скажу вам про питание, я не буду вас учить. Я не диетолог, не нутрициолог, тем более не вещатель относительно калорийности. Но задача заключается в том, что организм уже зашлакован. И не в плане того, что бактерии там или еще что-то зашлакованы блоками наших мыслей. И они заставляют вот в этом месте, где, например, желчь должна давать сброс в тонкую кишку, в желудок, для того, чтобы бактерии все переврабатывалось, там стоят блоки. И у вас идет накопление желчи, вы становитесь гневливой, злой, агрессивной и пессимистичной сами по себе, а другие-другие ферменты не перерабатываются. Поэтому одна из задач – это сделать генеральную уборку мыслей форм, снять эти блоки. Просто-напросто, я уже давала эту практику, пожалуйста, можно ее везде найти, как начать от этого избавляться. Когда вы это начнете делать, тогда у вас получится, что вы можете сдать биохимию своих анализов и увидеть, что у вас, где и как. Но все это надо делать в комплексе и без фанатизма, и не брать модных этих всех диетологов и всех остальных. Они иногда могут заблуждаться. Просто подумайте об этом. У меня в Инстаграм, если у кого-то как включится, есть дядька один прикольный, я не знаю, как его зовут, но я делала несколько его репостов. Я еще раз сделаю репост, посмотрите, он охрененно, доказательно дает и мотивацию, и правильный ответ на вопрос, и все то, что связано со здоровьем, именно с питанием и именно с похудением. Мне он нравится, по крайней мере, у него прямые ответы, и на каждый ответ есть доказательная база. Вот. Сохраню обязательно эфир, если получится. Хотели бы вы прыгнуть с парашюта? Сашу, Оленька, а кто тебе сказал, что я не прыгала? А еще бы да. Еще бы да. Главное не с тарзанки. Обязательно сохраню эфир. Где посмотреть, как снять блоки? Яночка, у меня в каждом эфире, когда вы видите и слышите меня, любая рекомендашка, которая будет, она именно будет связана с этим. Обязательно. Нет никаких тайн. Возьмите вот так кучу болезней, психосоматических решений, всего остального, вам это объясняют. У тебя нога болит, большой палец ноги, потому что ты взяла мужскую роль на себя, у тебя там почки болят, потому что камни в почках ты с мужем не можешь выстроить. Любая расшифровка психосоматического заболевания будет сводиться к одному. Лечение и исцеление. Одно. Любовь и благодарность. Ну так сложилось. Вот реально. А для того, чтобы полюбить и поблагодарить, а тем более уж простить себя, необходимо понимание. Для начала нужно понять. И вот этот разбор понимания, он как раз и происходит. Вот. Здравствуйте. Можно ли узнать, когда я выйду замуж? Подожди, что-то там замуж. В мае выходить можно ли замуж выходить? Слушайте, в наше время, когда беру, тогда и выходите. Ни день, ни месяц делает вашу жизнь счастливой или несчастной. Но есть такие просто периоды времени, когда энергии меньше, когда земля спит, когда событийность энергетическая, она очень заниженная. Вот в эти периоды времени, и, как сказать, принимать решения бывает очень сложно. Но мы живем в современном мире, мы живем не на улице, когда нам нужно лес дрова заготовить на зиму и потом по одному буренушку экономить, топить. У нас сейчас немножко другая система жизни. Что касается самого мая, был тоже запрет, но в мае маяца говорили. Почему? Потому что это только начинается период, когда живо, богиня живо просыпается, весной начинает пахать, сеять, делать. Представьте, в мае сделать свадьбу. Они сексом занимаются, они энергию друг на друга тратят. У них гора и гора идет, а здесь надо на поле выходить, а на поле уже сил нет. Это то же самое, когда наших бойцов, без правил, там, бойцов на соревнованиях выпускают, им запрещают заниматься сексом перед тем, как выйти на соревнования. Почему? Потому что у него накапливается эта энергия, и он сублимирует ее в бою. А если он ее потратит через обмен, ну, через секс, он истощается. Возможно, это одна из причин. была, почему не разрешалось, вроде были говорили, что маяться будут в мае выходить замуж. Сегодня немножко другая ситуация. Поэтому давайте так. Главный критерий – это любовь, возможности, союзы. Вот, надеюсь, так и ответила. Что делать, если муж бухает? Наташенька, смотри. В первую очередь, выходили вы замуж за него, когда он бухал или нет, нужно понять. Вам досталось такое наследство уже. Либо он стал пить вот последнее время, или стал пить уже, ну, находясь с вами. Это тоже очень большую роль играет. Если вы замечаете, и вам кажется, что это уже алкоголизм такой серьезной стадии, то нужно понимать, алкоголизм – это защитная реакция души от нереализации. Значит, что-то делает насильно, насилует себя, как следствие, насилует потом весь, весь, всех, вот, кто находится рядом. Это его собственное решение, его собственное желание. И спасать в таких ситуациях можно на начальных этапах, предлагаю варианты. Чаще всего они ее не принимают, они не считают, что они пьют, они считают, что вот я денег принес, это сделал, все, отстаньте от меня. Поговорить и определить какую-то мотивашку для того, чтобы сделать. Для этого нужны специалисты, которые занимаются именно зависимостью. Зависимость очень быстро проходит, когда человек идет в религиозность, начинает очень много молиться, прямо вот он, но он становится чаще всего фанатиком, религиозным фанатиком. Но, именно, если бы это была духовность, духовность охренеть, как быстро вытягивать из алкоголизма, из желания пить. Второй момент, желание пить возникает, если не на психологической форме, то из-за отсутствия в организме белка. Если вот, например, накормить мясом человек, у него желание выпить алкоголь снижается. Вот, и следующий момент, когда он чем-то начинает увлекаться, вот прям нравится, вот ему это просто горит этим всем, каким-то действием, какой-то перспективой, идеей, и тогда они естественным образом начинают сами бросать пить. Вот. А все последующее, это уже его собственное решение и работа со специалистами. Если это уже дошло до крайней стадии, подумайте о том, что ваша ли эта задача менять жизнь человека, менять его. Может быть, в вашем случае вы уже настолько, он пьет из-за того, что уже давно нужно было развестись. Такое тоже бывает, чтобы каждый из вас жил своей жизнью. Мужчины слабые, они очень редко подают на развод и очень редко отказываются от семьи, потому что даже если они влюбились в кого-то другого, они начинают страдать в алкоголе. Вот. Поэтому посмотрите, ваше это или не ваше. Может быть, действительно, нужно уже какие-то кардинальные вещи, ну, какие-то решения принимать. Подскажите, тюльпаны живыми, которые за вами, это светильник, это не живые тюльпаны, это ручная работа, тогда ребята сделали, вот, если видите, видите, вазочка такая с диодами, и эти тюльпаны я привезла из Коктебеля, везла прям как зеницу ока, чтобы не разбить их. Вот. Но они, я кайфую от них, я их очень люблю, поэтому это светильник. Вот, дальше. Мои старшие сестры погибли дети на покров в день. Спустя 20 лет у меня тоже сын погиб тоже в покров. Возможно ли это проклятие? Нет, ни в коем случае. Сейчас, секундочку. Ой. Опа. Нет. Понятие, что такое проклятие? Это должен был кто-то быть, который взял и сказал, что вы все прокляты, будете умирать на 14 октября, ну, то есть на покров в день, да? Вот. Есть такой момент. Есть ситуация совпадений. Совпадение, которое психологически складывается и срабатывает именно, вот, если кто-то умер в какой-то день, и человек очень сильно переживал за это, он этот день катастрофически начинает энергетически бояться. Либо отодвигать его от себя, либо это тяжелая, ну, тяжелая такая боль, и как следствие, как память, в этот день всегда вспоминание идет. А если оно идет эмоционально, то оно, значит, этот день начинает просто жить и требовать. А если это была смерть, то что он требует? Поглощение смерти. То есть она начинает подтягивать. Для людей, которые находятся рядом, рассмотрят, я говорю, как одну из ситуаций энергетического взаимодействия. Их я могу вам рассказать очень много, но я говорю одну. И если же вы привязаны к своей сестре, вы часто отмечали день поминания, то есть день памяти ее ушедших детей, то получается, что вы энергетически эту дату для себя уже на подсознательном уровне сделали значимой. И каждый раз переживали, когда вы поминаете ее детей, переживаете за жизнь своих собственных детей. Такое происходит. И еще по своей сути, это такой праздник, который можно перевести, по кровь в день. Это когда по преданию сама Богородица появилась в Константинополе, и когда была военная история, она покров сняла с себя. Там есть название специальное, пожалуйста, все, кто воцерковленный, не придирайтесь. Называется вот это сложное название, покрывало вот этого, и она его вот так вот расстелила. И тем самым, как бы остановила вот эту войну и взяла под покров, под покровительство Константинополь. Поэтому в данной истории, в данной истории получается, что вот этот самый, сам день, он у вас зафиксирован, но энергетическом уровне. И со временем, и со временем, она очень сильно потом начинает срабатывать. Почему я говорю, не слишком долго находитесь в горе, не слишком часто ходите на кладбище, не ставьте портреты большие и не делайте память об этом, чем моего внука рядом понесли. Не делайте культ из этого всего, даже если это дети ушли. У них свой карантин и свое время жизни в другом пространстве. Максимум, что вы можете делать, вспоминать, и даже вот радоницам, это вспоминание усопших, рода усопших. В чем здесь? Радость, радоница. Дедов, или дедов, радостный день, когда вспоминали и радовались, то, что в роду есть они, то, что они поддерживают. Это день, когда мы все умрем, то есть все вернемся. Можно сказать, кто домой, кто еще куда-то. И этот день перехода, он у каждого свой. Поэтому не отягощайте вы. Чем больше отягощения, горя, печали, плаканья, то эта ситуация становится все жестче и жестче. Сейчас, секундочку. Все, ты побежала? Все уходите? А Руслан? Молодцы. Я брошенка? Все, давайте, хорошего вам дня. Поэтому это фиксирующие события бывают. И следующий момент нужно просмотреть, на что вам указывают, какой этот день еще для вас. То есть я много могу отвечать на один и тот же вопрос, и каждый момент времени он будет очень важный. Но к проклятию это не имеет никакого отношения. Просто в роду определили. Будьте внимательны именно в этот день. Либо в вашем роду есть какое-то событие, которое было в этот период времени сделано, и кто-то из ушедших требует внимания. К себе максимум. Вот сейчас на Радоницу, которая сейчас отмечает 25 апреля, пожалуйста, на кладбище. Уберите хотя бы, если своих могилок нет, чужие могилки. Поминайте. Но в благодарении будьте. И хотите, если вы в отцерковленный человек, поставьте свечу за упокоение и ставьте ее таким образом. Я ставлю свечу за упокоение всего рода ушедшего. Без перечисления имен. Потому что вы не знаете, кто у вас в роду вышел. Но тут же ставьте рядышком, в другом месте, свечку за здравие рода живущего. Просто это как благодарение будет. Таким образом, можно вот эту нить сделать благодарение, ушедшим и в радость, в благословление живым. Таким образом, если вы не в отцерковленный человек, либо вы другой конфессии, либо вообще атеист, то в данном случае вы выстраиваетесь. Тоже можно дома зажечь свечу, как концентрация вашего внимания. Можно этого не делать, но мысленно попросить всем ушедшим в вашем роду лучшего царства небесного. Таким образом это сделать. Попробуйте. А сейчас я посмотрю еще одна из причин. У вас ложное представление о том, что вы думаете по поводу проклятия, что умирают именно в один день. Это ложная эмоциональная привязка. Я просто подтверждаю свои слова, которые я сказала до этого момента. Еще раз, она второй раз выпала. Посмотрите, где у вас есть сложная история вашего рода. Да что ж такое восьмерочки прям. Вот. Дальше. Вообще-то я хотела ответить на все вопросы, которые мне написали в инстаграм. Получается, что сейчас все в контактах прямо идет у Юрия Шатунов приснился Жумовым. К чему бы это? Ну, вы знаете, на самом деле, Николай, вопрос привязанности, а также, это же наше прошлое, это же наша молодость, когда у нас их песни, они же давали нам понятие свободы. Это же эмоции мы сколько испытывали. У кого-то первый поцелуй был, у кого-то первый танец, кого-то бросили под песню Шатунова, кто-то слушал, когда вот ему было грустно и одиноко. И этот период времени, он у нас фиксируется. В данном случае вы говорите, что вы его видели. Но это понятное дело. На самом деле, я вам хочу сказать, вы видели во сне себя, но только периода времени того, когда вы его очень хорошо или много слушали. Вот. Но это событийность такая, эмоции проверьте. У вас, кстати, есть родовая такая, можно сказать, проблемка, интуиция по роду передается, но и очень много магического в роду, когда была использована чужая энергия. Что такое незаконное, оккультное, такое незаконное санкционированное использование энергии? Это как раз есть оккультная история, магическая история в негативном, то есть в отрицательном его ресурсе. И это у вас есть. А самое главное, у вас есть это по отношению к самому себе. Родившись свободолюбивым, со свободой, с мощной энергией, часть жизни вы прожили не так. И вам кажется, что вы еще молоды, будет что-то спереди. Пересмотрите. Вот прям сегодня остановитесь, пересмотрите свою жизнь как планы на будущее, на нацать лет вперед. и какие хотите видеть внутри себя энергии. Наиля, нужен совет на путстве. Самый главный совет на путстве, наиля, время от времени закрывай глазки, клади ручку сюда, вдох-выдох и постарайся услышать себя. Если не слышишь ничего, у тебя все нормально, вот, со всеми этими понятиями, то просто улыбнись себе. И эту улыбку, вот эту радость просто в сердце и из сердца. Вот. Услышь свое биение сердца своего. И как на путстве не, не борись с ветряными мельницами. Очень много есть пустой борьбы, траты своей собственной энергии. И не забывай, что у тебя достаточно опыта, накопленного в своей собственной жизни, которое нужно не на полочке и в чемоданах, как дипломы, как приданые складывать, а использовать. Все, что есть, просто веруй в себя. Так. Беременна ли я сейчас или нет? Виколя, на УЗИ сходи дешевле. Часто вижу во сне водоем и не могу погрузиться в воду или поплыть. О чем говорят такие сатанечка? Все, что касается с водой, это переносится как энергия, особенно во сне, энергия эмоций, чувственности. Если ты не можешь погрузиться, как ты говоришь, водоем, это может говорить о том, что ты боишься эмоций, чувств, любви, ты боишься отдаться, открыться этой ситуации. Я извиняюсь. Слушаю. Кто это? Телефонные террористы. Так как номер был с Кавказа, я всегда поднимаю трубку, потому что у меня мама в Махачкале. И поэтому на всякий случай нужна реакция. Вот. Поэтому это говорит о том, что боишься довериться чувствам и эмоциям. Много где-то ошибалась, но огромное желание окунуться в теплую эмоцию, чувственности, вот тактильности, нежности, любви. Хоть, чтобы все было прям, блин, классно, 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 но опыт прошлого немножко тебя тормозит. Было, значит, где-то больно. Вот такие сны. Наилечка, всех благ, солнышко мое. Сын не разговаривает, сидит в комнате один. Ничем в данном случае помочь не могу, потому что это подростковый переходный период времени. Для этого нужны вам консультации психологов, именно, которые работают с подростками. Дело в том, что так они поступают только в том случае, когда нет коммуникации с родителями, когда они находятся в своем сложном периоде перетрансформации. Иногда им лучше не мешать. Иногда нужно просто контролировать и говорить, так, меня не волнует, это все. Главное, ты покушал, поел, пойдем, поговорим о чем угодно. Я не лезу к тебе. Но прощупывать это энергоинформационное поле ребенка желательно. Не просто так выкидывать, сам разберется, сам решит. Они сейчас немножко слабые стали, не такие, какие мы были. И поэтому, конечно же, в их ситуации сегодня это еще ювенальная юриспруденция, внимательнее к детям относиться. Вот, он находится на стадии переоценки ценностей. Есть комплексы, есть страхи, это нормальное явление, если тем более это будет подростковой период времени. Рекомендую всем, если есть в ваших городах такие курсы, как смарт-курсы, вот у нас были, где дают профориентацию, где они идут, ходят, разговаривают с психологами, учат разные профессии, они щупают и нащупывают себя. Должен быть определенный уровень заинтересованности. В дополнение скажу здесь ситуацию. Вы знали всегда, что я никогда не была против того, чтобы дети работали в компьютере, чтобы они в телефонах пропадали, чтобы они игры играли. Я не была против. Но я говорила, конечно, все должно быть в меру. Почему? Потому что эти дети родились уже с планшетами в занец. И у них другое мышление. Вот эти двухтысячники, особенно после 2007-2008 года, это их форма коммуникации, и развития. Вся система идет цифровое обслуживание. Поэтому для них это как форма коммуникации с друзьями и жизнь с себя, с собой. Всегда просила, научите их через это зарабатывать, научите через это у них смотреть на свое будущее образование, быть уникальными в этом плане. Те, кто ограничивали детей и забирали у них, вот сегодня уже есть эти 16-летние дети, которые ни хрена не понимают ни в компьютерах, ни в IT-технологиях. И они просто в стрессе, потому что им родители не разрешали, они все время копались в земле, деревяшки строили, какой-то такой бытовой жизнью занимались, рисовали, пели. Но у них нет технологичности. И они очень сильно отстают от этих ребят, своих одноклассников, одноклассников, которые уже сегодня вау зарабатывают по 100-200 тысяч через эти технологии. Поэтому не совершайте ошибок, если наши родители не умеют, ну, то есть, предки костер вот так зажигали, а мы сейчас зажигалкой это делаем. То есть, понимаете, это большая разница, другое поколение требует других обслуживающих технологий. Вот. И в этой периоде времени нужно найти обязательное увлечение, через которое они могут быть социально активны друг с другом. Воспитала детей 36-37 лет, и она сказала, что вы недостойны, чтобы она вас называла мамой. Почему такое происходит? Я не знаю, почему. Я всегда говорю, будьте аккуратны с приемышами, то есть, с теми, кого это не в плохом, не оскорбительном плане. У меня вон приемыш тоже есть, мой резвашенька. Вот. Вопрос в том, что когда вы идете в детские дома забирать детей, и у вас появляется приемная дочь или приемный сын, нужно всегда понимать, для чего вы это делали. Очень важен посыл и мотивация. Если для того, чтобы сохранить семью, дети стали средством, они будут это чувствовать, и потом отомстят вам за это. Если для того, чтобы родственники не думали, ну, не выкинули вас из-за рода, из-за того, что нет у вас детей, это тоже система использования манипуляции ребенка. Если же вы брали, потому что вы хотели сделать что-то приятное, благородное, секундочку, да, малыш? Вы все уехали, как я понимаю. Понятно. Хорошо. Давайте, любимки мои. Вот, выходной день, дети пошли красногорить. Вот, если вы берете, потому что вы хотите сделать приятное, то есть, чтобы меньше детей было без родителей, ну, то есть, такой благородный какой-то поступок, чувствуйте сердцем, убирайте своего ребенка, потому что обязательно есть и дети, которых необходимо взять в семью, и тогда совпадают кармические связи и ваши, и их, и это идет во благо. Такие дети никогда вам не скажут, что вы недостойны называться матерью, но если вы берете, потому что вам сказали вот этих взять, вот этих там взять, или еще, потому что, ну, какие-то другие мотивационные истории, вы можете нарушить план Бога относительно своей жизни и относительно жизни этого ребенка. Потому что дети просто так не попадают в дома-интернаты, не попадают в ситуацию брошенности. Иногда для них это лучшие условия для того, чтобы реализовалась их душа. Вот именно такие условия для них нужны, чтобы так реализоваться. Если в данном случае они вам сказали, скажите, я сделала все, что я могла, я сделала, не знаю, хорошо или плохо, но как умела, поэтому я не требовала от вас называть меня мамой. Достойна я или не достойна, это только Вселенной и Всевышнему решать этот вопрос. Но в данном случае я благодарю вас за то, что вы были в моей жизни. И я вас отпускаю. Это единственное, что вы можете сказать во всей ситуации. Если вы их рожали, то есть брали для себя, для того, чтобы потом они вам были благодарны, нет, никогда не делайте детям то, чтобы вы потом от них что-то во взамен требовали. Если это не было преемственностью поколений и вы не объясняли, как это делать, и они этого не видели и не знают, поэтому они сделать этого не смогут. Пример приведу следующий. Если я видела, как мои родители, я жила очень бедно, несмотря на это, когда у них появлялась какая-то ситуация, что они взяли, собрали там 10 ящиков в деткубнике, и они на моих глазах один ящик раздают родственникам, другой там дают соседям, еще что-то, то я до сих пор свои 50 с лишним лет я делаю то же самое. И все, кто находится рядом со мной, поступают так же, либо я привлекаю таких же, либо они просто, это им нравится, заражаются этим же. Вот, другое, другое не может быть. Поэтому просто отпустите. Случилась ситуация, не травите себя эмоциональной обидой. Вы себе сделаете хуже не им. Понимаете разницу? Не убивайте себя. И не жалеете о том, что вы сделали. Это длительный разговор. пять лет одна после развода, год на тиндре, ничего нет. Мне очень сложно говорить про сайты знакомств, потому что есть как плохие случаи, есть охрененные случаи, когда они женились и все у них случалось. Поэтому я не могу вам сказать, каким образом искать через интернет или через жизнь обычно. Иногда бывает так, все, что твое, оно достаточно рядом. Просто нужно либо вовнутрь себя посмотреть, либо просто посмотреть вокруг, что происходит. И душа приведет туда, куда надо. Может быть, через кого-то, через каких-то людей. Такое тоже может быть. Так же, как и это связано с тем же интернетом. Пришли на свидание с одним из тиндера, сидите, разговариваете. Тут понимаете, что вы друг другу не пара, ни разу. Но смеетесь, улыбаетесь, друг другу находите кого-то. Он там кого-то, вы как кого-то ему. И так может все это складываться. У нас люди жадные, им кажется все мое, никому ничего не говорят. Поэтому этого не происходит. Что касается в данном случае вас, в принципе, с каждым годом растут такие так называемые даже не комплексы, а внутренние страхи, боли. Мы боимся будущего, потому что у нас опыт прошлого. В вашем случае просто стряхнитесь. Просто стряхнитесь здесь и сейчас. И вы живете. До тех пор, пока вы живете, вы имеете право быть счастливой, позволить себе это сделать. Никого не судите, никого не осуждайте и никого не оценивайте. Просто иногда наша бывает в электричке за грязную обувь и самоваром. Это Москва слезам не верит. И это бывает достаточно часто. Просто посмотрите. В вашем случае все это уже есть. Прямо рядом. Так, пожалуйста, скажите, муж на фронте почти год, когда вернется Дмитрий. Ваш муж вернется. Это очень хорошо. Он может сделать это в этом году. И по его решению это будет возможно может быть продлено либо трансформировано. Если здесь есть внимательный скажет, а, значит, это еще не в этом году, а в следующем году что-то закончится, не надо туда лезть, потому что даже если что-то заканчивается, оно очень долго еще продолжается. Знаю, опыт есть. Интересно было написано. Фатима, когда есть деньги, муж пьет, когда нет денег, он не пьет, но долги не лезет, но может и влезть в долг для того, чтобы выпить. То есть, понимаете, вот, есть одна проблема, есть то, что муж пьет, и вам это не нравится. Я уже ответила вначале на этот вопрос достаточно так развернуто, поэтому не надо вешать для него диагноз, как вы пишете, это алкоголизм или нет. диагнозы ставят у нас врачи, и они решают, что с этим делать. А если вы хотите узнать, алкоголизм либо это или нет, это никак не изменит вашу ситуацию, потому что вам не нравится, что он пьет, даже тогда, когда есть деньги или когда их нет. поэтому исходите из себя. Так, родные мои, долго я побыла в эфире, вот, но на вопросы, которые я должна или хотела бы, чтобы ответить, которые были в инстаграм, не получилось, а время уже закончилось, надо идти работать. Я вас любую целлюлю, обнимашничаю. Оленька, онлайн-приемы есть, есть номер, пожалуйста, связывайтесь в 8900, плюс 7, 985-225-7339, Еленочка Церберушка, там все будет решаться. Поднимется ли экономика России? Я ни в коем случае не эксперт по финансово-экономическим вопросам, но то, что делают наши великие экономисты, они делают, как мне кажется, в благо минимум себя, но иногда нам тоже достается. конечно будет, конечно это происходит, конечно это сейчас есть, просто многие вещи вы еще можете просто не замечать. Вот. Я сейчас опять завису на ваших вопросах и ответах. всех благ, мои родные.